Завтра, 4 июля, в Днепре, день траура по погибшим, потому что сегодня прямо с утра россияне нанесли массированный ракетный удар по нашему украинскому городу Днепр. Как минимум четверо погибших, 34 раненых в больницах. Среди пострадавших 14-летняя девочка. Началось несколько пожаров, разрушения, на местах работают спасательные службы. Людей достают из-под завалов, обломки. Большинство ранений – это черепно-мозговые травмы, ушибы, переломы, осколочные ранения. Били сегодня россияне по Днепру крылатыми ракетами «Искандер-Кей», авиационными ракетами «Ха-59», били беспилотниками «Шахет». Большую часть удалось сбить, но не все. Сбиты все четыре «Ха-59» ракеты, сбиты все пять «Шахедов», но из трех крылатых ракет «Искандер-Кей» две достигли своей цели и убили украинцев. И в очередной раз, вот я вчера слушал интервью просто двух случайно выбранных, по сути, людей, я сейчас не против них говорю. Михаил Козырев, бывший директор «Наши радио», брал интервью у Виктора Шандеровича, писателя. Оба беженцы, оба иностранные агенты, осужденные, все, что вы хотите. Но они всерьез, один задает вопрос, а другой всерьез начинает отвечать. Скажите, это война Путина или война все-таки российского народа? На третий год войны? Еще не поняли? Это все еще война Путина? То есть Путин три года посылает ракеты на Днепр? Он какой-то супермен, да? Он собрал за это, вот эти все ракеты, которые сегодня упали на Днепр, они все собраны россиянами за эти два с лишним года, понимаете? Это не старые ракеты, нет. Они собраны уже во время войны. Каждый россиян, который участвовал в производстве этих ракет, точно знал, он убивает украинцев. Каждый это знал. Не только тот, кто стрелял, не только военные. Это вам сразу так миллион человек, да, даже больше, полтора миллиона. Это те, кто непосредственно убивает своими руками. Те, кто делает эти ракеты. Те, кто выплавляет металл для этих ракет, знают, что они выплавляют металл для убийства украинцев. Что этим металлом убьют сегодня украинцев. Они это знают. Те, кто производит сегодня бензин и керосин на нефтеперерабатывающих заводах России, знают, что на этом керосине взлетят самолеты, которые будут убивать украинцев. Они знают, что они делают керосин для того, чтобы успешнее убивать украинцев. И это все еще война Путина. По-прежнему об этом можно всерьез, кто-то может говорить, имеет право, что это война одного человека. Я сейчас уже не говорю о том, что кто-то там не прав, что он молчит или не молчит. Я понимаю, что есть люди, которые сидят, тихо, спокойно получают пенсию и молчат. Вот правда. Мне нет вопросов к ним. Давайте разберемся только с теми, кто непосредственно принимает участие в этих убийствах. И выясним, что их десятки миллионов. Это десятки миллионов человек. Вот полтора миллиона военных с членами семьи, это уже шесть миллионов. Потому что они же этого... Этот военный приходит домой, они же его кормят, они арестовывают, не душат, правильно? Задушили бы, сказали бы, да. Мы тебя задушим, потому что ты убийца. Но нет, они его кормят дома супчиком, супчиком, голубчиком. В столовой вот этих заводов тоже работают люди. Завод по производству металла, Новолипецкий металлургический комбинат. Тоже россияне. Кормят производителей стали, из которой будут убивать украинцев. Это десятки миллионов, ребята, непосредственных участников. Я-то говорю только про непосредственных. Не какая-то косвенная вина, ответственность, да. Срать уже на вину и на ответственность. Вот те, кто это делает физически. Те, кто сегодня убил людей в Днепре. Их десятки миллионов. И все они россияне. Я сегодня прочитал, что жара, как выяснилось, плавит мозг и снижает умственную активность. Проведено исследование. А у нас мало то, что жара, мало то, что 32 градуса на улице, так еще и кондиционеры работают очень редко, когда дают электричество. Его дают все меньше, меньше и меньше. И вот психологи из Соединенных Штатов заявили, что пекло вызывает раздражительность, портит настроение, ухудшает когнитивные функции. Но вы, наверное, заметили, что мои выпуски все однозначнее и тупее. Когнитивные функции страдают, правильно? Что я раздражен на тех, кто посылает на нас ракеты. У меня прям портит настроение, когда я узнаю, что в Днепре убили людей. Так вот, проведя достаточное время на жаре, некоторые становятся склонны к совершению преступления, утверждают американские ученые. А это значит, что мы с себя ответственность должны сложить, я считаю. Мы можем стрелять теперь по любым городам российским, на нас ответственности не будет. Это потому, что жарко. У нас склонность к совершению преступлений, потому что россияне уничтожили нашу энергетику, и у нас кондиционеры не работают. Мы теперь не виноваты, это россияне. Ну вот, например, сегодня, после ракетной атаки по Белгородской области, в Белгороде, на станции техобслуживания на улице Карачанской, пожар, местные паблики вешают о прилете, осколки ракеты после работы ПВО или прямое попадание неизвестно, официальной информации нет, пострадавших три человека, пожарные сельхозпредприятия. Ребят, мы не отвечаем. У нас размягчение мозга от жары. Простите, пожалуйста. Если сегодня ударом по Новороссийску мы немножко перебили там какое-то количество людей, то извините, мы тут ни при чем. Это жара. Все списывайте на жару, ребят. Теперь не надо требовать от Украины соблюдения каких-то правил. У нас жара, у нас американские ученые выдали нам, считайте, индульгенцию. Кстати, жара – не повод не подписаться на канал Шетельман. Жара – повод подписаться на канал Шетельман. Потому что здесь, на этом канале, настоящая жара. Прямо сейчас подпишитесь. Я вам очень благодарен снова. Я снова скажу. Сейчас Шетельмонометр заработает. Знаете, Шетельмонометру тоже тяжело. Посмотрите, он не выдерживает. Видите? Он показывает какую-то запятую вместо числа подписчиков. Мне приходится периодически его перегружать, Шетельманометр. Сейчас я перегружу, покажу вам, что вы вчера сделали. Спасибо вам большое. Вчера на канал действительно подписались еще около 1000 человек. И нас стало 454 тысячи подписчиков. Подписывайтесь на канал Шетельман. Короче, тут настоящая жара. И ставьте, конечно же, лайки. Лайки, 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 лайки. Вот Ольга, одна из 450-4 тысяч подписчиков, пишет. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Ольга из города Ривны. Сейчас у меня... Шетельмонометр завис. Надо его еще раз перегрузить. Тоже россияне, кстати, повредили. Но кто виноват? Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Ольга из города Ривна, западная Украина. Сразу прошу прощения за ошибки в словах. Очень плохо знаю русский, да и в телефоне нет этого языка. Ну, правильно, откуда, Ольга? Почему у вас не обязан быть русский язык? Это логично. Вообще, спасибо, что пишете мне на иностранном. Давно вас смотрю каждый вечер. Вы мой антидепрессант. Вы много затрагиваете тем. Это ценно и важно. Но очень прошу вас затронуть еще одну тему, которая многим украинцам просто выедает душу и приносит неимоверное страдание и боль. Одним словом, тема неизвестность. Объясню. Все мы сейчас живем в некой неизвестности. Когда закончится война? Выживем ли мы? Что нас ждет завтра? Будет ли свет? И какой будет для нас зима? Все ли мужчины вернутся с войны? И кто именно? И так далее. Это правда. Мы живем в такой... Ровно в такой неизвестности. Но есть люди, пишет Ольга, боль которых неимоверна и очень мучительна. Это боль матери, единственный сын, который пропал без вести или попал в плен. Или боль любящей жены. Дети, которые постоянно спрашивают о папе. Она не знает, что сказать. Михаил, я два года наблюдаю за своей родной сестрой, муж которой вот уже два года в плену. А его мать отчаянно не понимает, почему его не обменивают и жив ли он вообще. Сколько кругов ада проходят эти люди, которые ищут своих родных в бесконечных лентах, орковских телеграммных каналах, живыми или мертвыми. Я даже не буду рассказывать. Простите, Михаил, что пишу вам. Я понимаю, что вы не психолог и не служба поддержки. Но вам зачастую удается подобрать нужные слова, чтобы всех нас поддержать в трудное для украинцев время. Может, в этом случае удастся подобрать нужные слова, покуда мой запас поддержки сестрички просто исчерпывается. Ольга? Нет, не удастся. Потому что это настоящая трагедия. Вот знаете, есть разница в тех вещах, которых вы пишете. У вашей сестрички настоящая трагедия, ее муж в плену. Это беда настоящая, реальная. И она ведет реальную, настоящую человеческую борьбу за то, чтобы его вернуть. И тут никакая психология не поможет и не нужна. Тут нужны настоящие усилия. Я уверен, что усилия предпринимает и ваша сестра, и вы, и все ваши родственники, и украинское государство, и Красный Крест, и ООН, и кто еще там бывает. Все предпринимают усилия. Здесь в психологии не поможешь. А вот первые ваши слова, поэтому просто передайте мои слова, не знаю, сочувствия и поддержки вашей сестре. А вот первые ваши слова о том, что у нас теперь неизвестность, неизвестность о том, когда закончится война, выживем ли, что нас ждет завтра, будет ли свет, какой будет для нас зима. А вот здесь психология поможет. Мы живем третий год на войне. Ольга, пора привыкнуть. Это и есть наша жизнь. Ну как-то везде жизнь. Ну посмотрите, ну везде жизнь. Да, на войне тоже жизнь. Поспрашивайте ребят на фронте, они вам скажут, ну мы привыкли, мы где живем, как-то обустроились. Это люди, которые каждый день рискуют жизнью, каждый день. Мы рискуем сто раз меньше, находясь в городе. Хотя вот в Днепре тоже люди не сильно рисковали, но на них упало. Просто с неба прилетели россияне и убили их. Поэтому да, нужно просто решить, что да, это наша жизнь. И мы готовы жить сколько угодно так, лишь бы победить в этой войне. Вот сколько понадобится, столько и будем так жить. Сколько надо, столько и будем без света. Сколько надо, столько и будем ждать конца войны. Как вы заметили, Ольга, я больше не делал никаких прогнозов об окончании войны. Я говорю, столько, сколько нужно. Все очень просто. Столько, сколько нужно. Но зато, Ольга, я могу вам другие хорошие новости рассказывать. Так что продолжайте смотреть канал Штельман. Ставьте лайк. Ну вот, например. Значит, Франция. Я тут все запели и поспешили хоронить Макрона как политика. Все, Макрон скоро в отставку, потому что его партия проиграла. Все, все, все. И один Штельман сказал, стоп, стоп паника, сказал я еще в понедельник. Подождите, это был первый тур, второй тур у нас с 7 числа, и все еще может быть по-разному. И вот первая часть этого по-разному, она уже происходит на наших глазах. Что происходит сейчас? Значит, а то я видел уже некоторые, эти самые, как это называется, видосы некоторых. Это я все посматриваю краем глаза на Штельманометр, он наконец-то завелся. С толкача практически пришлось его заводить. Видите, вот, 4-5-4 подписчиков, 454 тысячи. Вливаетесь в 455-ю юбилейную тысячу. Я тогда сказал, что рано хоронить Макрона, подождите. А некоторые политологи, они написали, даже издали видео под названием «Страшная ошибка Макрона». Ну, то, что он объявил досрочные выборы. И все уже кричат, все, надо всем бежать из Франции, потому что там побеждают ультраправые, все это кончится очень плохо, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Я говорю, подождите, надо побороться. Я не политолог, я прогнозов не делаю. Прогнозы делают политологи, они пытаются угадать. Я политтехнолог, я пытаюсь повлиять. Чувствуете разницу? Это знаете, да? Я вам рассказывал, когда вел стрим из футбола, что Пауло Росси, такой известный итальянский футболист, отсидел два года за то, что делал ставки на тотализаторе. Футболистам нельзя делать ставки на тотализаторе, потому что они могут повлиять на результат матча. Политтехнологи не делают политических прогнозов на выборы, потому что мы можем повлиять на их результаты. И вот мое понедельничное выступление было услышано нужными товарищами. И вот что происходит сегодня во Франции. Там объединяются левые центристы, чтобы остановить сторонников Мари Лепен. Новый народный фронт, альянс левых и ультралевых движений, предписал своим кандидатам, занявшим третье место, сняться с выборов и поддержать список вместе, в который вошли сторонники президента Макрона. Также поступили и многие кандидаты от вместе. Однако здесь такого единственного не наблюдается. Итак, что произошло на самом деле? Коротенько перескажу. У них выборы в парламенте проходят не в один, а в два. Потому что одномандатная круга, соответственно, обычно как? Так, первые два места, потом выходят во второй тур, и кто больше из них наберет. Но во Франции выходят иногда первые два, иногда первые три места. Если они набрали какой-то минимум, то тогда три первых кандидата выходят во второй тур. И вот как выглядят сегодняшние расклады примерно. Вот известно, что в целом по стране сторонники Мари Лепен, но это такая правая партия, которая нам была бы не очень приятна ее победа здесь в Украине. Значит, потому что так, они когда-то у Путина кредит даже брали на выборы. Они набрали там 32%, типа. Но это всегда была партия первого тура. В первом туре набираем много, а во втором новых сторонников не находим. Почему? В первом туре те, кто протестуют против существующей власти, голосуют за Лепен, и она набирает 30%. Тут все французы пугаются и говорят, что у нас фашисты будут у власти. Пугаются и голосуют за всех остальных во втором туре. То есть против Лепен. Но для этого нужен единый кандидат. Поэтому, например, у них бывало как, я помню, Мария Лепен в первом туре выигрывает президентские выборы, набирая 30%. А во втором те, кто набрал 20, 15, 15, 10 и 10, объединяются вокруг одного кандидата и обыгрывают Марию Лепен. И вот сейчас мне, как политтехнологу, приятно будет это увидеть, если это произойдет такое же, только на парламентском уровне. Обещать не обещаю, но борьба будет жаркой. Второй тур воскресенье. Жарко и не в смысле 32 градуса. У них-то кондиционеры работают, их пока россияне не бомбят. Но придет к власти Лепен, может, и начнут бомбить россияне Париж. Почему же нет-то? Это Макрон. Пришлет сюда войска. Макрон понимает, что отбивать атаку россиян надо не на подступах к Парижу, не в Верденском лесу, а вот тут, на Донбассе. Надо отбивать атаку россиян, чтобы россияне не дошли до Верденского леса. В общем, после объединения вот этих партий, фактически они объединили усилия. То есть они решили так. Там, где вышло три кандидата, ну, например, вот кандидат от Лепен набрал 30%, кандидат от Макрона 20%, от ультралевых набрал 10%. Если они пойдут все трое во второй тур, то, может, Мария Лепена выиграет. А так-то один снимается, его голоса отходят сюда, и он уже обыгрывает кандидата от Лепена. В общем, в воскресенье будет интересно наблюдать за выборами во Франции. Мне кажется, у нас хорошие шансы. Мы – это в смысле сторонники здорового, нормального мира, а не фашизма, пусть даже французского. А то уже, знаете, главный раввин Парижской синагоги сказал, что евреям пора валить. Подождите евреи второго тура. Давайте в понедельник обсудим, пора вам валить из Франции. Или же все-таки мы еще поборемся. Мне кажется, что Макрон все-таки, знаете, таких политологов, которые говорят, что он ошибся, он их ест на завтрак. Да, Макрон – самый опытный политик Франции. Макрон – человек, дважды избиравшийся, самый юный президент, который когда-либо избирался во Франции. Он свое дело знает. Он знал, на что шел, знал, что делал. У него прям вообще не дураки рядом сидят. Очень переживаю за Макрона, за его партию, за то, чтобы новую власть возглавил не ставленник вот этой Мари Ле Пен, которого зовут Борделло к тому же. Борделло. Ну, прикиньте, да, вот представьте, премьер-министр Франции будет Борделло. Мне вообще не понравится. Я за порядок, я против Борделло. И уже Борделло, кстати, возмутился. Борделло, которого, собственно, Мари Ле Пен выдвинула в качестве кандидата в премьер-министр, сказал, что еще недавно эти партии, то бишь Макрона и ультралевы, были готовы перегрызть друг другу глотку. А теперь они объединяются, это же альянс бесчестия. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй, объединяться против фашизма – это альянс бесчестия? Да мы как бы давно объединились все против фашизма. Ну, ладно. Будем иметь, конечно, дело с теми, кто победит, как говорится, во Франции, но я лично за Макрона, двумя руками за. А вот про поводу Байдена мне написали возмущенное письмо. Да. Так. Значит. Was very upset about your comments about US President Joe Biden concerning debates with Donald Trump. Было очень грустно наблюдать ваши комментарии по поводу президента Байдена, по поводу его дебатов с Трампом, пишут мне из Америки. We value information we get from you about Ukraine because we both are from… Ну, не буду говорить, откуда люди. And we care about Ukraine situation. Мы доверяем вашему анализу относительно Украины, информации относительно Украины. Мы заботимся, переживаем за Украину, доверяем вашим данным. I think your comments about open mouth, etc., would have been appropriate in peace time, but in wartime, talking about your partner in diminishing manner is not acceptable. With all respect. Значит, я специально не говорю ни имени человека, никаких подробностей не привожу, потому что я это не личное, да, я просто хочу дать комментарий по поводу своих комментариев, ответить на это письмо. То есть меня упрекают в том, что во время войны я, грубо говоря, наехал на нашего партнера Байдена, комментируя его выступления, комментируя его дебаты, его неудачные, на мой взгляд, участие в дебатах. Вот что я вам скажу. Наш партнер не Байден. Наш партнер Соединенные Штаты Америки. И мое выступление по поводу дебатов и по поводу состояния Байдена на этих дебатах не было направлено против Байдена. Оно было направлено в защиту Америки. Я же специально назвал даже это видео, если вы видели видео, я назвал «Шрительман, храни Америку, благослови Америку». Ну, это была шутка, естественно, понятно, что это год в лес Америка, да, имеется в виду, что в Америке в тяжелом состоянии, если на дебатах происходят такие события. Это Америка наш партнер, Америка наш друг, кто бы ни был ее президентом. У меня нет симпатии к одному или другому кандидату. Я никого, не дай бог, не призываю за кого-то здесь голосовать. Это вам не Франция. Я никого ни к чему не призываю. Но я переживаю за Америку. Вы поймите меня, уважаемый зритель. Я делал это для того, чтобы помочь Америке. Ну как, чем могу, естественно, да? Чтобы защитить американские ценности, а не чтобы обидеть Байдена, естественно. Ничего личного здесь точно нет. Поэтому что в мирное время, что в военное, мне кажется, важно говорить правду. В том смысле, я что вижу, о том пою. Я увидел, что вот такая беда происходит с Байденом на дебатах, и я честно об этом сказал. Я не стал говорить, что у Байдена все хорошо. Иначе бы мне не поверили. Вот вы же верите моей информации про Украину? Почему? Потому что я говорю как есть. Что вижу, то и говорю. Что вижу на улице, что вижу в собственном небе, то и описываю. Поэтому продолжайте смотреть канал Штельман. Ставьте лайки, конечно же. Блинкин, кстати, вот тоже встал на защиту Трампа. Блинкин сказал госсекретарь, что... О, Трамп, господи, простите, это все, 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 стоп, стоп, стоп. Как видите, мне действительно все равно Байден или Трамп. На самом деле Блинкин встал на защиту, конечно же, Байдена. Он сказал, что Байден восстановил доверие мира к лидерству США. Они видят, что президент Байден является лидером во всех различных сферах. Он объединяет людей, сосредотачивает их внимание на вызовах, которые стоят перед ними, которые являются общими для многих других стран, сказал Блинкин. Видят, что Байден сделал с момента вступления в должность не за одну ночь. И они ценят эту политику. Они увидели президента, который снова инвестировал в Америку. Снова инвестировал Америку в мир и снова инвестировал в альянсы и партнерства так, как они того хотят. То есть, что Байден снова вернул Америку миру, говорит Блинкин. И вы знаете, я согласен с Блинкином тоже на тысячу процентов. Конечно. Так ведь я цитировал в Нью-Йорк Таймс, которая писала следующее. Господин Джо Байден, мистер президент Байден, вы были отличным президентом, вы отличный президент. Просто после этих дебатов пора идти домой и отдыхать. Так пишет Нью-Йорк Таймс. Это не мое мнение, это Нью-Йорк Таймс. Поэтому Блинкин прав, что Байден все это действительно сделал. И я готов аплодировать Байдену стоя за все, что он сделал. Все так. Мы же обсуждаем всего одно. Готов ли Байден еще 4 года успешно делать это? Мало того, не это, а дальше и больше. То есть уже переходить непосредственно к уничтожению Российской Федерации, путинского режима и так далее. Чтобы еще больше укрепить НАТО, взять Украину в НАТО и так далее. И вот тут возникают вопросы после дебатов по этому поводу. Но демократы, похоже, решили, что нет, ничто их не остановит. Это их выбор, опять-таки, их право. Вообще это право американского народа. Мы здесь сидим в стороночке и тихонечко комментируем то, что происходит. Мы в Украине, как это, профиль на муху. Ну, в смысле, мы не выделываемся, из окопа не вылезаем, головы не кажем. Да, просто констатирую факт, что, похоже, решили демократы выдвинуть Байдена к кандидатам в президент уже 21 июля. То есть через три недели, даже меньше, не дожидаясь перитонитов. Не дожидаясь вот этого большого американского конгресса, который в августе только должен был состояться. Потому что только в августе, в Чикаго, 19 августа съезд, и что, дескать, 19 августа, до 19 августа у Байдена есть время подумать. Нет, они решили ускориться и сделать это 21 июля на каком-то там другом мероприятии, заседании комитета партии, для того, чтобы потом уже как бы снять вопрос, чтобы уже больше вот это все. Потому что реально, если до конца августа тянуть вопрос непонятно, кто будет выдвигаться от демократов, это расшатывает рейтинг, я согласен. То есть как политтехнолог, я с ребятами от демократов согласен. Если вы уже решили, что пойдет Байден, то закрепите это как можно скорее. Об этом пишет нам Блумберг. А вот о чем Блумберг не пишет. О том, что вчера 1180 россиян сгинули на полях сражений. Ну это хорошо, потому что, я же говорил, десятки миллионов россиян принимают участие в убийстве украинцев, но вот на 1180 будет меньше. 16 танков, 17 БТР, 57 артиллерийских орудий продолжаем выкрошить российскую артиллерию. Это была сводка генерального штаба. Еще мы атаковали Новороссийск беспилотными катерами сегодня ночью в 3 часа ночи. О результатах мы не знаем. Мы не знаем. Об этом сообщил мэр Новороссийска, что вблизи набережной там все перекрыли, тревога, взрывы, стрельба. Они выложили кадры, как они стреляют по этим самым нашим беспилотным катерам. Но, как правило, атаки беспилотными катерами подобного рода заканчивались успешно. У нас сидят ребята, которые тоже свое дело знают. Каждый раз применяются какие-то новые модели этих самых беспилотных катеров, какие-то новые приемчики работы этих беспилотных катеров. Ну я уж и раскрывать их не буду. И надеюсь, что и в этот раз мы просто чуть позже, сегодня или, возможно, завтра узнаем о том, что же мы там разбомбили. Как правило, спутниковые снимки приходят на следующий день. Завтра увидим утопленников. Ну я имею в виду корабли российские в Черново-Новороссийске. Или какие-нибудь нефтяные терминалы. Хотя нет, раз это были морские дроны, значит стреляли мы по кораблям. Ну приятно, приятно, приятно. Субтитры подогнал «Симон»